Он не пропускает ни влагу, ни воздух, это раз, он не дышит. Также есть перчатки специальные, тоже одеваются, то есть полностью получается почти как вакуум. На задании только в такой экипировке между четырех берез огорожен участок, условно зараженный. Чем предстоит выяснить? Сначала пробы на радиацию, все в норме. Затем изучение почвы и воздуха на опасные вещества с помощью вот такого прибора химической разведки. В специальный насос вставляется колба с индикатором, а затем на скорости закачивается воздух. Видите, желтый цвет, цвет не изменился. Если бы была резко заражена, индикаторная трубка окрасилась бы в красный цвет. Все это часть единых всероссийских учений, приуроченных к 80-летнему юбилею системы гражданской защиты. Они проходят впервые в новейшей истории России. Вся страна сегодня превратилась в череду условных катастроф. Крушение самолетов, сходы селий, автокатастрофы. Спасатели проверяют навыки и технические возможности на практике. Мы должны не только на картах, не только на планшетах, а еще и в реальных обстановках, хотя это учение, проводить слаженные действия по достижению цели, то бишь сокращению угроз, которые могут повлиять на человеческие жизни и на экономику области. Сигнал оповещения всем поступил в 6 утра. Вот легенда в каждом регионе своя. На Вологодчине это информация о возможных терактах на опасных объектах. Их в области более 360. Несколько вот здесь, на территории завода ВРЗ. Газовая котельная, автозаправка, железнодорожный узел. Если завтра ЧП, главное защитить людей. Это только на первый взгляд кажется, что за моей спиной обычный холм, но просто элемент ландшафта. На самом деле стоит присмотреться, и среди листвы появляется вентиляционная труба. А еще немножко левее дверь, вход в убежище, которое и находится под этой огромной кучей земли. В этом убежище могут разместиться около 150 человек и находиться там без ущерба для здоровья порядка трех суток. Это заработала система вентиляции. В подземные помещения пошел поток свежего воздуха. Теперь можно впускать людей, каждого регистрируя в журнале. Это убежище существует больше полувека, и хотя им не пользовались ни разу, но все на готове. Двухъярусные кровати, санузел, кладовка. В случае необходимости сюда доставят еду и воду на трое суток. На случай перебоев есть резервная система. Здесь находят собаки резерва воды. Вот они цилиндрического типа, значит, с подводом водопровода из магистрали завода. И это на случай, если, допустим, будет поврежден основной водопровод. Тренировки проводились сегодня на шести городских предприятиях и во всех без исключения районах области. О результатах спасатели отчитывались премьеру Дмитрию Медведеву на всероссийском селекторе. Вологду на связь не вызывали, но сами наши специалисты оценили учение на хорошо. Отлично в условной ситуации не ставят никогда. Мария Помилова, Алексей Романов, Новости Вологды.